Ребят, всем привет! Сегодня хотелось бы поговорить не по морской тематике, конечно же, а именно о ДТП, которое происходит у нас уже в городе, именно между мототранспортом и автомобилями. Я хочу выставить свое мнение, а где-то уже говорил об этом и высказывал свое мнение, как оно должно быть, как избежать, именно минимизировать, наверное, вот эти аварии, что для этого нужно. Вчера было ДТП, значит, два мотоциклиста двигались у нас по одной из таких оживленных достаточно улиц. Прямая дорога, то есть они подскакивали перекресток, оба были с двумя пассажирками, то есть один и другой, с молодыми девчонками, одной 15, другой 18, вот. И скорость у нас у них была, ну, нормальная, как у мотоциклов, я думаю, там, ну, порядка 80-100 км в час они ехали. Соответственно, горел зеленый, ну, когда оставалось там определенный промежуток дистанции, да, именно до перекрестка, соответственно, начинал уже хоп-хоп моргать, соответственно, желтый переходить на красный. Если ничего не путали, а? Вот, соответственно, они уже проскакивали на желтый. По правилам можно это делать, потому что если ты не успеваешь оттормаживаться, учитывая, что у нас температура плюс 5 градусов, но оттормаживаться при 80, там, километров в час, даже если там уже 60, и, ну, по-любому, как бы, ты не успеешь. Поэтому нужно, что делать? Ну, проезжать. Соответственно, случилось ДТП. Водитель на Камре, он просто не уступил... У меня от собаки сказали, иди сюда, иди сюда, в кадр. Арахис. Соответственно, водитель на Камре не уступил, и получилось ДТП, они въехали ему в правую бочину, машину развернуло. Один из мотоциклистов очень сильно пострадал, соответственно, с пассажиркой, да? Вот, и другая пассажирка тоже пострадала. Ну, это понятно, это в первую очередь из-за амуниции, которая на девушках была. Наверняка был только шлем. Вот, точно пока не знаю, но... Тем не менее, к чему я это все записывал, потому что начинаются опять там комментарии, что водители, мотоциклисты, хрустики, опять выехали, короче. Так вам и надо, короче, сами виноваты. Так я понимаю, что один мотоцикл едет, да, пересекает. Ну, когда едет два мотоцикла, и у них горит очень ярко фара, а у мотоциклов, у спортивных, у них, она реально очень яркая, она как дальний свет, то есть видно, что она горит. И если ты видишь, что едет транспорт, и ты не можешь прийти, мотоцикл это, или автомобиль с одной фарой, да, если, может, перегорело там, ты по-любому должен остановиться и убедиться в своем, как бы, в дальнейшем действии. Если ты не уверен, что будет дальше происходить, ты должен остановиться и пропустить данное транспортное средство. Вот. В данном случае автомобилист выехал, получилась вот такая ситуация. Двое в больнице с очень серьезными переломами. Не знаю, насколько серьезно, но думаю, там до 100, потому что умятина очень сильная, дверь как бы замята, машина и крыша тоже. Это признак того, что скорость была хорошая. Вот. Основная проблема, да, именно вне внимательности на дороге. Прошу вас, ребята, кто именно ездит на автомобилях, будьте внимательными. Сейчас начинается сезон, смотрите именно за мотоциклистами, ну и вообще, как бы, за пешеходами и за другими автомобилистами, которые тут ездят, как бы, нарушают. Кто-то проскакивает. У меня вообще часто бывает, что реально проскакивают на красный автомобилист. Я ни разу не видел, чтобы у меня мотоциклист на красный проскакивал. Вот реально ни разу не было. Вот за мою практику, я уже с 2009 года езжу, ни разу не было, чтобы мотоциклист нарушил при мне правила дорожного движения, именно вот в плане светофоров, да. Всегда в этом плане. Скоростной режим, понятно, но мотоцикл очень быстро набирает. Без комментариев, конечно же. Сам ездил, сам знаю, вот нарушения есть. Поэтому правила уступить дорогу никто не отменял. Как в море, так и на дорогах у нас, да. Нужно соблюдать. Основная проблема еще в этом, то, что люди выезжают именно, да, на мотоциклах, конечно же, не имея опыта вождения нормального на автомобиле. То есть кто-то лишен прав, все равно выезжает, катается, ну, потому что на мотоцикле угнать не проблема от движения. Ну, они в основном у нас, допустим, не гоняются. Вот. И сдают на права. Многие приходят в автошколу, начинают задавать на права, получают категорию А и сразу же выезжают в город. Откуда очень такой большой показатель именно аварийности между таким возрастом, как, в 17 лет и до 30. Потому что многие из них реально не имеют даже категории Б. То есть не получили, все, ушли. Ушли куда ушли? Ну, сели на транспорт, на мотоцикл, получили права, поехали по городу кататься. Считаю, что они все знают. На самом деле это очень большое заблуждение. Вот. И это самое, наверное, такое опасное для них время именно вождение, управление мотоциклом, пока они не осознают, что действительно у них опыта мало. К сожалению, на мотоцикле, если ты совершаешь ошибку, более, я думаю, 70% из таких вот мотоциклистов, которые имеют право вождения, к сожалению, либо получают переломы, но и часто очень тоже так же летальный исход происходит. Поэтому я считаю, что нужно уже очень давно ввести закон, чтобы сначала допускать только для категории Б, потому что для категории А нету практики вождения в городе. То есть ты же не будешь с инструктором лезть по городу на мотоцикле. То есть такого в принципе нету. Но закон не запрещает тебе идти сразу получать категорию А. 18 лет исполнилось, ты можешь даже 16 сдать, 18 лет получил права, поехал на мотоцикле по городу кататься. Но это вообще, ну, в логике об этом не вижу совершенно никакой. Поэтому не знаю, никто об этом не задумывается. Я нигде не слышал, что кто-то вот такое мнение высказывал, как я. Я считаю, что нужно давно уже запретить получение категории А без категории Б и опыта вождения хотя бы год на автомобиле именно по городу. Вот тогда, может быть, проблема будет решена. Все, на сегодня, ну, наболело реально, как бы, поэтому, ребят, не обессудьте. Видео не по теме, но, может быть, кому-то действительно оно будет полезно. Кто-то, может, захочет сдать на категорию А. И если вы не имеете опыта вождения, мой вам совет. Если вы хотите рисковать, конечно, вы можете рисковать, но жизнь у вас одна, поэтому смотрите сами. Это уже ваше дело. Все, всем пока. Спасибо за внимание. Увидимся скоро.